Куда путь держите, добрые молодцы? Домой! Ты куда с Иван-чай собрал? Да. А пив? Да. И тебе нравится? Да. Это мы не к пчелам собрались, это мы за Иван-чаем собрались. Просто я не люблю использовать всякие репелленты, там брызгать себя, оно воняет. Если использовать вот такие маски, перчатки, то можно все это делать. Так что сейчас пойдем в глубинку леса и мешки. Вася! Да. Уже двадцатое число, почти конец июня, и я честно говоря думал, что Иван-чай уже будет перезревший, и возможно так где-то и есть. Его можно определить вот под цветочком, вот таким фиолетовым. А листья как у Ивы. Это по сути то, что нам не нужно собирать эти листья. Здесь такое место, ну интересное тем, что просто вырубка, заросли по 5 метров, есть поменьше. Так что ты от кабана когда стекал, да? Ага. Их было штук четыре. А, то есть не показалось. Мы сначала побачили среднюю, небольшую. Ага. Но мы чуть не взлякались и пошли на него. А вас было сколько? Нас было двое. Ага. Мы пошли до него, а он когда-то побег туда за поворотом. И позвал, в общем, подкрепление, да? Там уже стояла то ли мамка, то ли кто. Аааа. Так то они на охоту выходили. И с маленьким всем, все кабанчиком. Мы все равно страх потеряли и пошли до них. Ну то есть не они, а вы, да? Да. Потом маленький и средний ушли в кукурузу, а самая большая осталась. И, короче, когда мы пошли на эту большую, я возвращаюсь, а на нас уже бежит деревень с калками. Ого. И что ты тогда вспомнил в своей жизни? Я ничего. Я думал куда текать. И как вы втекли? Уже с правой кукуруза была, а с левой посадка такая, деревка такая небольшая. И мы в ту посадку побегли, потому что прямо шневарик. Ну и он как-то за нами не побег. Ааа. То есть он на таких оборотах бежал. То есть вас, если бы он не передумал, у вас шансов было мало, да? Мне кажется, да. Я шифти посадки застряг, потому что мне одноклассник пробегся. Ааа. То есть там уже не переживали, кто? Да, да, да. Переживали сами за себе, за свою шкуру, да? Все типа то. Кроме Иванчая, как видите, зверобоя просто полно. Все, что вот желтое видно, это все зверобой. Мы его не так много собираем, но уже частично собирали. Обычно мама, когда хоть кого спастит, она чуток всяких трав собирает. Она не здесь пасет, понятно, она водя на лугах, а сюда мы уже заходим по надобности. В частности, за Иванчаем обычно. Вот здесь его уже много. Как видите, вон фиолетовый. Потом вот фиолетового много. Получается тресек на ровном. Обычно на ровном. Раз. Сюда. Раз. Раз. Все-таки из-за сыроделия и всего остального, других занятий мы в этом году немного опоздали с Иванчаем. Поэтому он не самый молодой, не самый свежий, как хотелось бы. Но все равно на продажу мы его не делаем. Делаем его для себя. Так что такой будет тоже окей. Хотя, когда он еще не цветет, лучший вариант, потому что он тогда сочный, такой молочный. И все что-нибудь хорошее, полезное, оно находится именно в листьях, еще не в цветках. Как бы в прогрессе перехода с корней и земли вот в цветки. Вот в этот момент лучше всего его собирать. Мы все растение не срываем. Я его практикую делать как? Беру стебель и просто опускаю руку. У меня в руках получается пучок вот этого Иванчая. Это типа какие Иванчаи в каждом бисере? Он растет на посадках, на вырубках. Интересно, что на английском он называется Fireweeb. То есть огняный сырняк или огняный бурьян. И получается он растет там, где были пожарящие. Ну это если другая его такой вариант про исхождение, как бы его исхождение. В лесе-в лесе он не растет. Он на вот таких новых посадках, вырубках, або уже на лугах. У него такой запах, кисловатый. Попробуй. Он стык обычно дает. Да? Я бурьяна почти не нюхаю. Потом мы его банки пакуем. Даем ему, чтобы он под кис. Как бы там вот такой заприд. То есть как он заприд, я его достаем, вернунаем. Он опять так. Сок пристает. И песня. И его потом ризем. И в духовку сушим. То нужно пить. Бася, а ты что? Дома не осталось, да? Хотела с нами пить. Комарики покормить. Закончили мы уже сборы. Собрали почти по мешку. Сейчас нужно найти выход из лесу. В общем, собрать иван-чай это полбеды. Сейчас придем домой, уже начнем его готовить. И процесс самоприготовления, его ферментизации, потом обсушки или обжарки. Чтобы получить черный чай из него, достаточно трудоемкий. Но зато получим продукт локальный 100%. Достаточно вкусный. Мне прям сегодня иван-чай захотелось. Вот Даненька не пел. Вася. Наконец-то можно снять. Да, мокреши. Дальше будет где-то 3 дня приготовления иван-чая. Но это будет в отдельном видео. Если вам будет интересно посмотреть, чтобы я его смонтировал, все сделал, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если так не сделали. Не забывайте наш Фейсбук и Инстаграм. Там контент чаще выходит. Спасибо за внимание. А мы пошли работать дальше. Пока. Классно на голову. А ну сейчас, будет газик или нет? Конечно. У нас. А ну, 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 а ну. Нет, еще недостаточно, держим до завтра. Так, тихо. Квасик. Квас? Тота, вы пошли на него. Да. Ты же не заколочен. Проверяем просто, когда его нужно. Не заколочен. Все равно. Да, все равно. А ну, а ты еще чуть-чуть. Ну, я бы попробовал. Так, ну лучше маме оставить? У меня достаточно газир. Хочется шесть. Ой, газир. Вот так. Я там, George. Вот так. Ну, это не удовольствие. У меня был все равно, но в соответствующие heroic.